Добрый-добрый-добрый вечер всем! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ, и мы переходим к трансляции последнего на сегодняшний день матча. Матча между командой Natus Vincere и Basicly Unknown. Поэтому собирайтесь кучнее, выключайте мобильные телефоны, мы начинаем трансляцию. На данный момент команда Natus Vincere уже имеет в своем активе победу над Basicly Unknown. У нас ответная игра в формате Best of 2, и глянем, смогут ли болгары на этот раз додавить Na'Vi. Первую игру Na'Vi закомбечили просто на ура. Проигрывали 15 тысяч золота, миллион с половиной по экспириенсу. В итоге все это вернули назад, и дальше просто-напросто развалили на хэк-граунде команду Basicly Unknown. Теперь Natus Vincere забрали себе визажа, забрали себе гирокоптера для хвоста НЧА, скорее всего, для Артстайла. Для кого же еще визаж? Для Санейка. Баунти Хантер, думаю, для Фанника. Ну и еще какой-нибудь герой для Денди. Последним пиком сейчас залетит. Команда Basicly Unknown забанили Templar Assassin. Думают, что с ней собралась в бой команда Na'Vi. Возможно, нет, не с ней пак. Пак в составе команды Natus Vincere. Пак вообще у нас и на Фаннике хорошо шел, но понятное дело, что Баунти Хантер Денди брать себе не будет, а кого-то из гирокоптера или визажа это все не лепится по данному пику. Basicly Unknown берут себе Клокверка, скорее всего, сложный Тинни плюс Висп в пике команды Basicly Unknown. Говорят, что такая дабла не контрится. На самом деле все это чушь собачья. Дабла такая контрится. Да, она контрится очень редко. Но посмотрим, способна ли Na'Vi противостоять против данной даблы, Pure Evil и Нико. Висп плюс Тинни. Леон будет у нас Зевса, скорее всего, саппортить где-то на линии Аклокверк. Аклокверк будет стоять на сложной по классике. Шачло забирает себе данного героя. Эрайз будет на Зевсе. Кстати, Нико вместе с Pure Evil может даже отправиться на легкую линию фармить. Тинни плюс Висп, в общем-то, везде выфармливают и везде полезны. Так вот, да. Это, конечно, главная интрига. По-моему, законтрят ли игроки команды Natus Vincere в Виспо плюс Тинни. Узнаем немножечко попозже. По героям. В общем-то, все как и планировалось. Денти забирает себе паков. Фанник будет играть на Баунти Хантере. Хвост берет себе Гирокоптер. Арт Стайл уходит в лес на Инче. Будет периодически появляться у нас на линиях к Арт Стайлу. Кстати, на Инчантрас или на Чене просто надо на ранних минутах привязываться. Это Чен Най, на котором играет Аки. Вот в свое время играл в лучшие годы команды Alliance. Вот та же история с Арт Стайлом. Сейчас я смотрю то же самое. Арт Стайл вообще никогда ничего не ждет. Первых двух крипов взял, пошел с ними на линию. В спину, не в спину. Курьеров убивать на Мидлейне. Без разницы вообще Арт Стайлу. Главное Бейбеге. Стоманен забирает себе Леона. Нико берет себе Тинни. Эрайс будет играть на Зевсе. Пью Ревел играет у нас на Виспе. И Шачло играет на Клокверке. Ну что, Фаник спрятался уже в кустах. Фаник тут, в принципе, с вардом. Старается, чтобы его не видели, чтобы нормально здесь завардить. Спадает у нас Виженс Фаника. Фаник блочит спаун. Один или два? Один или два. А ну-ка, а ну-ка. Ну нет, ну два спауна, но это перебор, конечно. Это вряд ли будет блочиться. Но один спаун точно Фаник должен заблочить. Ну и за нижнюю руну готов здесь посражаться Арт Стайл. Ну это так, косвенно готов посражаться. Скорее всего, Райс в соло ее и заберет. Стоманен пошел уже загонять здесь Фаника под Тауэр. Пока без дэмэджа для Фаника. Фанику надо вообще Крофизнесу зарабатывать шестой левел, а дальше ходить по лайнам, помогать ганкать своей команде. Ловят здесь Шачло. Коги он поставил. Коги, в принципе, никому не нужны. Или Зори Орп от Дэнди. Дэнди обгоняет здесь Шачло, ну и должны его здесь забирать. Еще один удар. Шачло. Шачло отпивается. На 16 хп заходит на хайграунд. И Дэнди нет смысла за ним бежать. Зори Орп был. В принципе, можно было бы и попробовать. Но кто знает, что там вообще ждет на хайграунде Дэнди. Ну, не решил рисковать у нас в итоге Дэнди. Шачло на лоу хп уходит под собственный фонтан. И какое-то время будет без фарма. Фаник, а ну-ка. Этот спот заблочил. Эти два, разумеется, нет. Это была бы вообще дикая истерика, если бы этот вард блочил у нас спауны. Фаник. Фаник в не самой приятной ситуации. Есть сентри варды у Стомонена. Висп будет здесь саппортить Тинни. Виспу надо просто в Боттл выходить. Больше Виспу делать нечего. Кстати, Боттл у Виспа не имеется. Висп у нас, я так понимаю, будет... О, Артстайл уже во вражеском лесу. Уже здесь Артстайл уже готов файтиться. Висп у нас будет просто споты наполнять спаунами. Видит Артстайл, удар. Еще один удар по Артстайлу. Какой наглый пьюрывел. Шоквейв пошел у нас от Сатира. Ну и все. И пьюрывел отсюда уходит. И Райс еще и подхиливает у нас в итоге Виспа. В это время Фаник. Первый левел. Одного крипа убил. Все. На этом все прекратилось. Ник оформит, по сути, на фрифарме. 8-5 счет на данный момент. Как там ведет себя Хвост. У Хвоста 6-1. Хвост еще и умудряется пропускать некоторые донай. Шачло 1-0. Шачло крипам практически не подходит. Шачло, скорее всего, будет через ракетку идти, чтобы хоть как-то какой-то фарм здесь в итоге получать. Не знаю, почему Хвост не донает. Может быть, чтобы не было проседания по фарму. Ну, где можно поддонайть, Хвост донает. Где нет, в принципе, отдает некое количество экспириенса Шачло. Артстайл уходит из вражеского леса, а ему не дают уйти. Хекс пошел по Артстайлу и Фёст Блад для команды Бэйсикля Нол. Как и в прошлой игре, ФБ отдает команда Нави. Артстайл у нас умирает и... Начало не самое приятное для команды. Какой хитрый тролль. Поставил Артстайл тролля здесь. Это его тролль, он просто продамажил два раза и ушел назад на спот. Как будто это тролль, который я не понял. То есть не поняла ли команда Бэйсикля Нол, что это тролль Артстайла. Он просто вернул его назад спот. Артстайла, правда, еще раз разрывает, но... Но тут действительно хороший понт в данном случае. Симпатично это все смотрелось. Теперь, скорее всего, и тролля тоже заберут. Вдвоем должны расковырять. Хотя еще перед смертью тролль нехило тут по Пью Ревелу наваляет. И тролль пошел просто, чтобы не отдаться. Ну, зачем тогда? Тогда уже дерись до конца, хоть дэмэджа больше нанесешь. Понятное дело, что не ушел бы отсюда тролль. У Пака 13 на 3. У Эрайзена Миди 17 на 0. Перефармливает своего визави Зевс у нас. Хвост выходит на первое место. Это 19 на 4, а у Тинни 17 на 9. Привязывается уже Пью Ревел у нас к Нико. Пью Ревел 1 килл. И вот вам, пожалуйста, вот уже Боттл в стэше лежит для Веспа. Да, ребята, это повтор. Неужели так трудно понять? Написано в заглавии ReBroadcast. Вы просто выносите мозг. Друзья, я не знаю, напишите кто-нибудь, пожалуйста, если не сложно. Жмите Ctrl V все время, чтобы люди не заходили, читая ReBroadcast. Наверху написанный в шапке. И не задавали вопрос, повтор ли это. Нет, это не повтор. Это игра, которая скрытная. Это секретная игра Na'Vi, код доступа к которой имеем только мы. Потому что мы взломали вообще все секретные базы команды Na'Vi. Конечно, черт возьми, это повтор. Только повтор, который комментируется в прямом эфире. Это игра, которая была 5 мая. Особенно больше всего, конечно, накаляют такие вопросы от Na'Vi боев, от тех фанатов, которые знают все о Na'Vi, знают, что до Инта нет. Игр, например, у Na'Vi или где Na'Vi выступают, и умудряются задавать такие нелепейшие вопросы. Ладно, все, горение окончено. В это время команда Na'Vi заходит в спину, шачло, шачло развалили. Веспа тоже у нас убили в лесу, и фаник забирает первый килл для себя. 1-0-0 у фаника, 5-1 по крипам у фаника. Артстайл привел с собой собак, привел себе тролля и тролль, скелетон варьеров еще тут вызвал. Ну, должны забирать по сути тавер. Веспы есть у артстайла, поэтому подхилить и хвоста можно. И санейка в данном случае. Все. Гирокоптер забирает первый тауэр для команды Na'Vi. По золоту они должны быть впереди. Забавно слушать шутки от человека с ником Петросян. Да, я каждый день стримлю эту игру. А ты каждый день ее смотришь. Артстайл 630 имеет на руках. Две смерти для артстайла. Это, кстати, вообще не очень. В два раза умирала команда Na'Vi и в два раза подставлялся капитан. У хвоста уже есть фейсбутцы, есть рейсбенд, приобретает себе Мордипмаск. Ну и доминатор, в общем-то, в принципе, появится для гирокоптера первым артефактом. Дальше уже, я думаю, и Яшу мы увидим на гирокоптере, а может БКБ вторым артефактом. Без разницы. Висп в это время забирает у нас Баунти Хантера. Все это вместе с Нико. Конечно же, Раскаст. А Тинни слил все хп Баунти Хантера. А дальше Висп спиритами забирает у нас оффлейнера команды Na'Vi. 3-2. Дримкоил пошел от Дэнди. Дэнди имеет фейсшифт или Зори Орб. Правда, у Дэнди нет. Дэнди уходит у нас в инвиз. Ну и Райс Дримкоил не разбивает, Санэйка отсюда уходит. В этой игре Санэйка не так часто подставляется, как в прошлой. Да и вообще фактически не подставлялся. Вот, а... Ну тут не так-то просто на самом деле на визже подставиться. Все-таки парень сам по себе не очень пробивной, когда пассивка будет вкачана. Да и плюс замедление, плюс скорость бега, можно убежать. А там, гляди, и Фамильяр еще подспасут немножко Санэйка взад. А на Форсире, на Дизрапторе, конечно, Санэйка лился нон-стоп. Там 0-7 был счет. Жуть полнейший. Если не видели, лучше и не смотрите. А если видели, просто забудьте. Еще один чувак, забаненный в гугле. Не... Да, это онлайн. Это стримец онлайн, игра, которая была сыграна 5 мая. Мы стримим, по сути, повторенную в Дота ТВ игру, но с лайв-комментариями. Все, больше повторять не буду. Если не сложно, кто-нибудь объясняйте, что происходит. Ну что, по Галдия Нави. 1600 впереди, по экспириенсу 1000 с копейками, несмотря на то, что один фраг своим оппонентам проигрывает. Ну, рассредоточились все команды по линиям. Нави, те, кто должен фармить, фармит. Гирокоптер у нас на топ-лайне. Хвост у нас выфармливает собственный лес. А Арт, Стайл, Дэнди прогуливается по вражескому. Фаник практически шестой левел имеет. Все, шестой левел есть для фаника, есть трек. В принципе, можно веселье уже начинать. Пью Ривил четвертого левела. Нико, в свою очередь, почти восьмой уровень. Плюс один крип для Нико, и, в принципе, будет восьмой левел. Санейка перемещается на мидлейн. Санейка тут кровь из носу надо шестой левел. Без файмлияров, Санейка не Санейка. Ульта пошла у нас от Зевса. Так, а зачем? Для кого? Это просто прочекать, где находится команда Нави. Арт Стайл сразу же включает виспов. Пришел погреться к ним Фаник. Нормально, заходите к нам на огонек. Фаник фуловый, Арт Стайл фуловый, Дэнди фуловый. Дрим Койл есть, есть иллюзори орб. В принципе, здесь и рифт есть. Ловят у нас стона мэна. Не стесняется Дэнди поставить... Ай, как интересно, да, получилось. Разрывается у нас Дрим Койл. И не стесняется Дэнди потратить ульт на одного несчастного Леона. Леон, конечно же, тэп аут сделал, но разорвав. Связь Дрим Койл в итоге потерял то количество ХП, которое у него было. Ну и плюс один фраг для команды Нави, еще становится 3-3. Фаник выходит у нас на Шачло. У Фаника на дэмэдж нихренишенький, нет? Ну, все равно, нарезает здесь по Шачло. Стан пошел от Кентавра. Шачло включает батарея саут. Ну и Фаник должен у нас Шачло забирать. Фаник теряет больше половины ХП. Почти нет у него маны, но при этом килл делает. И 1600 по золоту уже у Баунти Хантера. И это начинает быть интересно. 4-3 Нави впереди по голде. Ой, по фрагам. По голде Нави 3,5. Даже 4 по экспириенсу. Почти 3000 коллектив Натус Винцер. Давайте по вещам пробежимся. У Фаника появляется Роупов Зе Мэджи. Рецепт на барабаны у Визажа. Ничего интересного. Так, а Визажу здесь, кстати, нелегко вообще будет. Даже невывозимо нелегко. Тинни в итоге забирает Санейка. Санейка первый раз, по-моему, отправляется в таверну. Да, первая смерть для Санейка. Опять у нас просто прочекать ульта пошла от Зевса. Когда она уже в файтах будет юзаться? Непонятно. Так, мы видели, что у Визажа. У Визажа ничего хорошего. У Пака 1950 на руках. Дэнди, в принципе, сейчас уже выйдет в даггер. Немножко совсем осталось. У Гирокоптера, на котором играет Хвост. Есть Доминатор, есть Фейс Буцы, есть Рингов Аквила. И появляется Огр Клаб. Хвост выходит в БКБ. Все Яши, Сенжин Яши, Манта Стайл. И все это будет попозже. У Арт Стайла есть Аркан Буцы. Больше пока ничего для Арт Стайла. Арт Стайл не стесняется. Наваливает во вражеском лесу Тинни плюс Виспу. Тинни-Висп вообще неконтримая комбинация. Арт Стайл не слышал об этом. Ему класть абсолютно на все это. Ладно, хорошо Арт Стайл с Аркан Буцами. Но очень наглый, как будто у него этих Аркан Буцов 5 штук. И половина из них на дэмэдж, половина на дэв, половина на хеллспойнт. Нет, это просто тебе дает Манне Арт Стайл. Лучше не играйся с судьбой. 0-2-2. Итак, счет у Арт Стайла. Он, кстати, наподставлялся здесь больше всех. Дрим Коэл пошел по Нико. А кто ты теперь без Виспа? Нико. Нико отправляется у нас 100% в таверну. Развалили его. Пак забирает этот фраг. И уже первый проюзанный даггер от Денди приносит свои плоды. 5-4 становится счет. 913 золота за... Ай-яй-яй-яй-яй. На 12-й минуте. 913 голды получают просто с одного несчастного тини игроки команды Na'Vi. Мне кажется, все куплено. 4000 голды Na'Vi впереди. 2,5 по экспириенсу. Ребят, кому не сложно, спросите в чате. Это онлайн или это ребродкаст? Просто чтобы не скучать. Шачло. Роб of the Magic приобретает себя. Готовится выйти в Блейдмейл. Есть Транквил Бутсы. У Виспа есть Боттл. Есть Бутс оф Спид. Мэджик Стик. И Ворды. В принципе, тут Пью Ревелл слабовато выглядит. Со стороны команды Аном по саппортам. Транквил Бутсы у Леона. Больше ничего. 850 на руках. Ну и у Зевса есть Солринг. Боттл Аркан Бутсы. И 718 у Эрайза на руках. Мид Эрайз, по-моему, проиграла. Ну-ка, смотрим на Денди. 5,370. И 3,700 у Эрайза. Да, проиграл. Причем проиграл достаточно жестко. Шачло в это время забирает у нас Визажа. Санейко вспомнил прошлую игру. Решил повторить 0-2-1 счет. Ну и Фаник. Эрайза немножко здесь напряг Сюрикеном. Четвертого левела, кстати, Сюрикену Фаник. Есть барабаны, есть фейсбуцы, есть Пурман Шилл. Теперь, в принципе, Баунти Хантер должен нон-стоп накалять любого игрока команды Бесиклиану. Разве что кроме Зевсаб. Который, как-никак, легко может просветить Фаник. Фаник, еще один трек в Зевса. Просто, чтобы не расслаблялся. Команда Нави втроем на мидлейне. Хвост в это время фармит вместе с собакой крипов. А Дэнди, Артстайл и Фаник оккупировали Т1 по мидлейну. Ну и здесь втроем пытаются защищаться игроки команды Бесиклиану. Сто Манен здесь, Шачло и Райз. И постепенно, потихоньку, Ника подходит вместе с Пьюривелом. Зевс только... Нет, ульту Зевс не провязал, мне показалось. Это верхняя была от Райза. Ну, Шачло под треком ходит под собственным Т1. Команда Нави расходится. Дэнди стопит крипов, Фаник просто гуляет, ему нравится гулять в доте. А Санейка отправляется вниз. Ну, Артстайл пошел еще какую-то животинушку взять себе. В принципе, сейчас что-то интересное для Артстайла может появиться. Вот Кентавр. Отличная цель. Кент в файте более чем полезен. Шестого левела до сих пор нет у Инчи, но уже есть выход от Артстайла в Аганим. Ловят хвоста. Верхняя пошла у нас от Эрайза. Ульта также от Зевса. Зачем, правда, непонятно. И так в любом случае сливали, но тем не менее проюзал ее. Эрайз, видимо, хотела безопасить Леона. Леон в любом случае от Рокет Баража развалился и хвост забирает перед смертью один фраг. Дэнди, здесь вместе шачло. Тут Иллюзори Орб и уходи. Дэнди, что это такое? Дэнди просто стоит. Ну, понятно, что под батарея саут сильно не раскастуешься. И там, тем более, какое-то время каста есть на Иллюзори Орбе, поэтому Дэнди, бедняга, ничего особенного сделать здесь не смог. Так и остался гнить в когах. 760 голды с Дэнди поимела команда Бесиклия Ноун и 1280 по экспириенсу. 7-6 становится счет. 15 минут сыграно. Нави 5000 золота и всего лишь 1000 экспириенса. Аганим прилетает для Ника. Результат очень даже неплохой. 11-й левел. Аганим. Все это на 15-й минуте. Ника прям молочина. Роха в это время падает для команды Нави. Ну, географически они, конечно, своих соперников давят. Это факт. А вот по экспе, кстати, Нави, ну, в ноль почти ушли. Почти в ноль. Здесь Тинни плюс Висп становится действительно грозным оружием. В руках Ника появляется палка. Оверчардж. Есть хоть и в один, но тем не менее есть. Релокейт. Есть от Виспа. Виспы у Виспа тоже есть. Вот, поэтому... Поэтому, конечно, на голову приземлиться тот такой вот звездный десант из Тинни плюс Висп может. Команде Нави. И тут мало кто вывезет все это. Хвост перемещается на Эншента. Фортстайл в своем стиле. Вражеские леса выфармливает. Где-то здесь Фаник. Фанику, в принципе, тоже на всех плевать. В инвизе, если что, уйдет. Нижнюю половину карты занимает команда Нави. В пятером в одной и той же зоне. В принципе, находится Хвост. По-прежнему бегает с собакой. Иди полечи ее. Ну, а кто будет лечить, кстати, собаку? Артстайл мог бы полечить хвосту собаку. Единственный ветеринар в команде Нави. 34 хп. Вожак волков может просто от какого-то несчастного крипа здесь слиться. Ну, пошел здесь встанут Нико. Подбрасывает у нас Дэнди. Дэнди бьется об Коги. Дэнди уходит в инвиз. Дальше в шифт. И быстрее валить отсюда. Шачло. С ракетой, ракетой второго левела отпивается Дэнди. Релокейт кто-то тут раскручивал. По-моему, нет. Релокейта нет. Визаж забирает здесь Клокверка. Дэнди на лоу хп. Не подходит близко. Ну и не отходит далеко Дэнди. Погоня пошла за Эрайзом. Кулдаун по голове Эрайзу. Как раз под ракетку стал у нас Зевс. Вот такие ульты надо давать. А не просто прочекать где кто. Ну и пытаются еще и пюривола здесь развалить. Не просто пытаются, а разваливаются. Санейка за прошлый матч начал мстить 3-2. Трипл килл в одном файте. Санейка тут просто мешок с деньгами привалил ему. Полторы тысячи в одном файте упало от Санейка. Он не знает, что с этим делать. У него есть медальонов кураж. Может быть прогрейдится тапок. Может купит себе какой-нибудь участок. земельный. Может какую-то небольшую недвижимость. Денег невероятно много для визажа за один файт. При том, что Санейка, вы вспомните, какое дичайшее терпение требовалось Санейка в прошлой игре, чтобы не ливнуть до того, как игра закончится. Там Дезраптора хейтили всех, кто только мог. Нави по золоту 8 тысяч, по экспириенсу 5 тысяч. Ну что, пьё ревел у нас попадает под Денди. Пьё ревел на лоу хп. Дримкоил тратит на него Денди. Денди, кстати, вообще не горюет по поводу того, что там придется, например, потратить ульт. Конечно, придется потратить ульт Денди. Без вопросов абсолютно. Сначала Леона забирали этим ультом. Теперь забирают Веспа. Ну, понятно. Ладно, исключая Швиспайс файта, у нас Тинни не такая грозная цель. Фанник в это время приобретает себе Владмир. Есть Владмир, есть Фейсбуцы, есть Дранмф Эндюрэнс. Всего предостаточно. У Гирокоптера, на котором играет Хвост, уже есть БКБ. Есть у него Хелмов Доминатор, есть Рингов Аквила. И только что было 1-4-8-8 денег. На счету теперь полторы с лишним тысячи. У Пака есть Глеммер Кейп. Денди также давно у нас уже с Даггером. Есть Боттл. Ну и ждем появления Аганима, скорее всего, на Паке. Денди вроде как шарящий, должен понимать. Плюс данного артефакта. Солар Крест появляется на Санейка. Нашел, куда потратить свои деньги. Молодец. Со стороны команды Unbacically Unknown Леон. Чуть-чуть совсем не дособирал себе до Даггера. Транквил Бутсы у Стамонена есть. У Зевса есть Пойнт Бустер, есть Виталити Бустер. В принципе, здесь Аркан Бутсы разбираются. И надо только на рецепт Бладстоуна собирать Арайзу. Леон дальше. Транквил Бутсы есть. А, да, Леона мы видели. У Леона почти готовый Даггер. Ничего интересного у Виспа нет. 500 голды на руках. Пьер Ивел здесь проседает диким образом. Все тратит на ворды, на досты, на все-все-все, что может понадобиться. Клокверк с Блейд Мейлом уже. Транквил Бутсы есть. Так, у нас пошел файт. Где этот файт? Этот файт здесь, на Т2. В это время Висп вместе с Тиней начинает ковырять Т2 по топ-лейну. Хвост прилетает сюда. Хвосту на помощь никто не приходит. Вся команда Нави хрен знает где. У Фаника нет ТП, у Пака нет ТП, у Артстайла нет ТП, у Санейка есть ТП, но Санейка здесь не нужен. Хорошо, что команда Бейсик Леонаун понятия об этом не имела. Можно было бы хвоста в Солор развалить, никто близко бы не подошел. И Т2, разумеется, забрать. Ну, нет, в принципе, инфы. Об этом была бы лишние 3-4 тысячи по голде заработали бы Аноун в данном временном промежутке. 11 тысяч выигрывает Нави по золоту, по XP 8 тысяч. Ловит у нас Эрайза, Эрайз под треком скорее всего развалится. Да, умирает здесь Эрайз, Дэнди тоже здесь убивает. Finger of Death тратит Леон, не зря тратит. Мидер команды Нави в таверну и Фаник тоже отправляется в таверну. Где хвост? Хвост на топ-лейне фармит с троллем на паре. Просто полнейший троллинг. Один троллинг от хвоста, другой троллинг от тролля, потому что он просто тролль. Команда в это время внизу гниет тут на мидлейне. Старается Т2 спушить хвост, фармит на... На даже непонятно что. Ну, наверное, на Баттерфляй. 3200 у него на руках, ничего не покупает. Скорее всего будет приобретать себе иглсонг, а дальше все полезно. Ну, за Дэнай хоть тавер, тролль. Тролль. Хвост, конечно же. 11 тысяч голда Нави, 5000 экспириенс тоже для Натус Винцер. Как сложно, а? С этими ребродкастами. Какая сложнейшая наука прочитать заглавие. Еще один. Боже, вы сговорились просто, ребята. Ну, есть же заглавие в шапке. Я уже сколько раз говорил, что не буду по этому поводу гореть. Но это невозможно просто-напросто. Написано в шапке ребродкаст. Что это, черт возьми, может значить? Это может значить только одно, что мы стримим уже сыгранный матч в лайв-режиме. Этот матч уже прошел, не переживайте. Ваши ставки уже давным-давно сыграли или не сыграли. Матч этот повторяется. Просто повторяется с комментарием в прямом эфире. Да, это ребродкаст. Все верно. Это ребродкаст. В реале этой игры нет. Успокаивайте всех директоров паники, которые заходят у нас в чат и устраивают там психическую атаку. Нико, без маны. Дэнди мог бы и подраться здесь с Нико. У Тинни, кстати, сейчас уже будет 16-й левел и дэмэджа будет очень даже много. Пак не врывается на Тинни. Наверное, правильно. Тут, в принципе, у Дэнди очень мало хп, поэтому развалить его смогут в любом случае. Боже, вас троллят, а вы тупые. Омагу. Это так тонко, что аж толсто. Тролли собрались. Прекращайте троллить, просто это действительно ерундистика, повторяется из раза в раз. Ладно бы с троллингом дело. Хоть какая-то тонкота появилась бы. Тогда бы уже говорили мы об этом. А так выходит, что... Выходит, что просто тратим время и свое, и... Время людей, которые сами начинают уже сомневаться. Ребродкаст это или не ребродкаст? Что это? Прямой эфир, не прямой. Так, по голде. Нави 10 тысяч, по экспириенсу 5 с копейками. Ну, полнейший разброд и шатание от Нави на самом деле. Гуляют, где им вздумается. Ничего интересного ни у кого не появляется. Ну, чуть-чуть где-то подфармили, чуть-чуть где-то подубивали. Все, теперь отошли на собственную половину. Гирокоптер, видимо, пока не нафармит себя МКБ, не выйдет. Хвосту немного здесь осталось. Еще 800 копеек. Артстайл тут самый смелый. Пошел на медлейн. Нико подбрасывает его. Еще один удар по Артстайлу. Артстайла развалили. Стономен здесь вместе со всей компанией ловит Дрим Койл. Пошла ульта у нас от Гирокоптера. На ЛОХП Нико. Леон стоит тоже на ЛОХП. Но Леона пока никто не трогает. Минус 1 делает Нави и теряют Артстайла. Веспа забрали. Фаника закрывает... Ой, Фаника. Да, Фаника закрывает у нас в Хоге Шачло. Визаж забирает Клокверка. Все это по трекам. Трек дальше по Эрайзу. Ну и минус 2 делает команда Нави. Счет становится 14-11. Дорогие на самом деле очень даже фраги. В данном файте 1024 зарабатывает Фаник. 1300 в целом поднимает команда Нави. Ну и 2000 экспириенса тоже для коллектива НАТО Свинца. Тут они, в общем-то, приподнялись слегка. Роха падает для командоната Свинцер. Забирает его Герокоптер. Кому же еще? Ну и 2 джевелина уже прилетает к хвосту. МКБ готов. Там еще и Ultimate Orb для Дэнди. Дэнди, я так понимаю, в Хекс собирается. Скорее всего. Boots of Travel есть. Blink Dagger есть. Glimmer Cape для Дэнди. Нико в это время идет по хайграунду. По хайграунду. По топлей. Но Нико готовится забирать Т2. В общем-то, под оверчарджем, под тизером от Веспа это не сложно. Нико пока и в соло может это делать. Может быть байтят на кого-то, точнее на Тауэр. А может просто дерутся. Ну что, будут идти дальше игроки команды Bessiclean. Но он сюда уже должны лететь, игроки команды Na'Vi. Прилетает сюда Фаник. Фаник заходит в Инвизию. И Веспа просто пополам разрезает. Развалил Веспа. Успел дать трек еще перед смертью Веспа. И под БКБ валится здесь Сника. Фаник впитал кучу демеджа, но при этом не умер. Ну и загоняют здесь беднягу Нико. Непонятно, кому Нико уносить. Пошла у нас ульта от Зевса. Роскошно. Зевс отправляется в таверну, точнее дынает себя. Ну и дальше загоняют у нас Тини. Или нет, не пошли за Тини. Минус 3 делает команда Na'Vi. Забирают Веспа на топ-лейне. Здесь умирает Зевс. И здесь умирает Шачло на Клокверке. Хвост с нормальным количеством демеджа. У хвоста уже с руки тут триллион вообще. Заходи, не хочу на хайграунд. Хвост у нас постепенно начинает ковырять Т3. Арт-стайл уже с Аганимом. У Арт-стайла 11 левел. Вторые импетусы. Аганим есть. Приходит Нико. Будет драться с хвостом. Пошли импетусы по Нико. И неплохо, кстати, Арт-стайл по Нико валит. Четыре удара. У Нико нет двух третий хп. Ну, конечно, не по шансам здесь Арт-стайлов соло драться. Понятно, что Казань не самый мощный по хп герой. Дэнди в Глимеркейпе. Нет, не в Глимеркейпе. Дэнди в Руны Инвизия. Ульта сверху от Эрайза. Просветили видят Дэнди. Кулдаун здесь по Стономену. Моментально его разобрали под Сайленсом. Бежит здесь Эрайз. Еще и Солар Крест на нем висит. Но Фамильяр не догнал в итоге. У нас Эрайза минус Леон. Потеряли Аэгис. На хвосте хвост поднимается. Фулл хп. Фулл мана. Можно драться. Тинни с виспом отходят отсюда. Может быть, даже, кстати, на релокейте был бы смысл куда-то залететь. Пока что ничего. Такого висп приобретает себе Транквил Буци. Это первый артефакт виспа. Первый серьезный. Транквил Буци. Серьезный артефакт. Конечно, не серьезный. Но первый артефакт, который вообще тут из кусочков чего-то складывается. Я не беру, конечно, Magic Wand в расчет. Первый сборный артефакт. Это Транквил Буци. Это на 29-й минуте. Жалко, конечно. Pure Evil в данной катке. Он тут самое настоящее несчастье команды Basic Leon. Нави выигрывают 15 тысяч по золоту, 11 тысяч по экспей. Готовы заходить по мидлейну. Теневиз пока что по топ-лейну идут. Если что, я думаю, что на голову Нави высадится. Но опять же, если будет в этом хоть какой-то смысл. Ракета полетела у нас за Стономеном. Ну, здесь развалится ракета, понятное дело. И все. Заходят на хайграунд игроки команды Нави. Крипы есть. Развалили всех. Нико юзает БКБ, подбрасывает хвоста. Минус хвост. Мейнкерри команды Нави отправляется в таверну. Нико тут немножко помахал еще палкой. Команда Нави отходит. Шать шло под римкойлом. Юзает Когик. Шать шло подойти никто не может. Вижена на хайграунде нет у команды Нави. Сейчас покажу. Нет. Только Ник этот всех подсвечивает. А так, в принципе, да. Ну, кроме Ника никого не видят. Ну, и Райс немножечко светится. Все, Нави уходит. Хвоста потеряли. Подарили за одного хвоста 1751 монету золота. И 2600. Это самый дорогой хвост, по-моему, в истории Доты вообще. 15 тысяч выигрывали Нави. Теперь до 14 спускаются. И по XP до десятки Нави тоже скатываются. Все в плюс для них, конечно. Но, тем не менее, неприятно. Дэнди в инвизе. Опять в инвизе. Опять руна. Что ж так прет-то Дэнди, а? Шать шло видит. Сможет ли в соло разобрать его Дэнди? Не уверен. Все-таки полторы тысячи шать шло. Так, ставит ли Dream Coil Дэнди? Нет, ничего. Никакого Dream Coil. Я просто понюхал, чем телепорт пахнет Дэнди. И ушел отсюда. Ульта пошла у нас от Зевса. Просветили фанника. Фанник сразу БКБ и ТП Аут. Понятно, что не все так гладко. Дэнди в это время разбирают на нижнем лайне. Нико. Пятый килл для него. Киллинг спристрик. Есть кераса, есть аганим, есть БКБ. И у фанника появляется башер. Баунти хантер у нас с башером. Кстати, почему не оркит, непонятно. Ну, для хп, скорее всего. Да, маловато хп у фанника. А тут, как-никак, плюс 8 к силе. Это дополнительная хпшечка для фаника, которая лишнее точно не будет. Энчантрас. По-прежнему 11 левел. Артстайл у нас тут в файтах много не получал. Фанник, давай трек в шачло. Не думай даже. Давай не думай. Кто выиграет? Победит дружба в этом файте. Ребята согласятся на ничью. По истечении времени Нико у нас под кулдауном стоит. Юзает БКБ Нико. Хвост начинает настреливать по Нико. Собьет ли ТП Нико? Нет, не получилось. Фамильяры поздновато сели, не сбили ТП. Ну и не прошло с МКБ ничего от хвоста. Ну что? А, МКБ теперь не сбивает. Кстати, по-моему, ТП-шку, если не ошибаюсь, после буста. Эрайз на лоу хп. Пытается отсюда валить. Дримкоил пошел по Эрайзу. Эрайз денается. Он понимает, ничего хорошего здесь ему не светит. Минус 4 делает команда Навис. Учетом Эрайза, который засуицидился. И Тини решил подраться немножко. Так, одну секунду у нас. Ликбес по МКБ. Минибаш дает шанс нанести дополнительный урон. И кратковременно оглушит цель при каждой страйке. Атаке. Тру страйк. Шанс промаха при атаке. Так, так, так. Это все я понимаю. Скажите, что тут с... По-моему, вроде как бустили и делали, что ТП не сбивается. МКБ-шкой резали ее. Да, все это меня, видимо, поплавило. Столько инфы просто с 6.84. Я помню, там что-то делали, что-то прекращало сбивать ТП. Я только не помню, что конкретно. Да, там под Блэк Кинг Баром у нас Тини улетал. Ну что, мидлейн команды Basically Unknown падает. 17 тысяч нави золота, 12 экспириенс. Ракета тут в кого прилетела? Ракета в кого-то здесь прилетела. И не поймешь даже. Все фуловые. Непонятно, в кого прилетела ракета. Может, ее и разбили. Хотя, вроде бы, зазвенело хорошо. Ну что, Гирокоптер приобретает себе Ultimate Orb. Есть орпов в Веном. Уже лежит Ultimate Orb и Point Booster для хвоста в Курьере. Все, Курьер просто прилетает к хвосту. Хвоста есть, а ее в Скаде. Почему Курьер у нас куда-то в другое место полетел? А ну-ка, вернись. Курьер что-то для Фаника несет. Вот что несет для Фаника Курьер. Баунти Хантер уже с Абисал Блейдом. На втором месте Фаник. Фаник возвращается в серьезную доту. 16-740. Для него Нетворс обгоняет он на 300. Даже Тинни, хотя Тинни, по идее, должен всех перефармливать хвост. Вообще, на недостижимой высоте. 20 с половиной тысяч. Дальше идет Дэнди на четвертом месте. У него 13500. И так смотришь по артефактам. В общем-то, все полезное для пака. Ничего личного. Все для команды. Сайт оф Вайз. Глимер Кейп есть. Блинк Даггер, конечно же, чтобы врываться в толпу. Ну, а Ганима разве что не хватает. А здесь покупает Зевс Дагон. Ты вообще что себе позволяешь, Зевс? Странная ситуация. На самом деле Дагон приобретает себе райс. Возможно, чего-то не хватает. Команде Basic Leon. Но, по-моему, не хватает информации, над которой между матчами будет важно размышлять. Вот, в частности, покупка этого Дагона. Есть над чем подумать. На кой пес он тебе нужен, Зевс? Так, фаник у нас видит Нико. Видит здесь Pure Evil. Пропинговали еще игроки команды Na'Vi, что там будет. Что-то как будто есть в лесу. В лесу никого и ничего нет. Pure Evil вместе с Тома Нэном уходит в леса. Куда ты бросил его? А, есть Даггер у Леона. Ульта пошла у нас от Зевса. Знают игроки команды Basic Leon, где находятся их оппоненты. Дэнди бежит за Веспом. Не даст Веспу улететь. БКБ у Зайтини и сразу же Тепаут. А Pure Evil здесь остается. Остается сам собой и Bounty Hunter. Доминейтинг и много денег капает за этот фраг. Тысяча голды падает для команды Na'Vi с одного несчастного Веспа. Это все трек третьего левела. Я помню, как Фаник, не помню против кого, но помню, что Na'Vi кого-то очень сильно унижали в какой-то игре. И Фаник собрал на Bounty Hunter и Refresher Orb. Если я не ошибаюсь, там у Фаника ничего интересного по артефактам не было. По-моему, там не было. Нет, БКБ может и был. Там Refresher Orb вообще сам по себе. Я видел, как Фаник юзал трек, потом юзал Refresher Orb, потом юзал еще раз трек. А уже потом юзал артефакты, вот по типу Abyssal Blade, по типу БКБМ. Это очень смешно смотрелось. Или, может, у меня немножко чувство юмора отсутствует. Ну, было забавно на самом деле, потому что такое ощущение складывалось, что исключительно для того, чтобы трек 5-секундный кедешить Bounty Hunter. 4-секундный даже трек кедешить Bounty Hunter, покупает Refresher Orb. Там Na'Vi, правда, раздавали люлей налево-направо. По-моему, 40 с чем-то был счет против 10 или 11. Ну что, Na'Vi заходят на хайграунд. Готовы уже сносить нижнюю линию. На верхнем лайне тоже нет внешних товаров, поэтому переместиться туда не вопрос. У хвоста есть Skadi, у хвоста есть MKB. У хвоста 3-400 с золотом на руках. После всех этих бараков, в принципе, уже можно будет Сатаник приобретать хвосту. И можно забить, в принципе, на Аэгис. Ловят у нас Томанена. С Томанена отправляется в таверну. Минус 2 пока что у Basic Leono. И команда Na'Vi на Т4. Колдаун пошел от хвоста. Келлинг спри от него. Нико приходит у нас в файт. Нико и зайд БКБ. И непонятно, кого бить Нико. Ну и Нико в итоге у нас ловит еще и Абисал Блейд от Фанника. Минус Нико. Pure Evil на лоу хп. Эмпету залетает почти в фул хп у нас на Pure Evil. Разваливают Артстайла. Нико подбрасывает. Кого-то здесь подбрасывает. Сам под фамильярами стоит. Санейка на лоу хп. На тебе бревном, Санейка. Не нравится Санейка. Санейка отправляется в таверну. Дэнди на лоу хп. Дэнди забирают. Минус 3 делает команда Basic Leono. Дальше за хвостом. Pure Evil приносит Нико поближе к хвосту. Дабл килл от Тинни. И в этом файте байбэк свой точно окупил у нас Тинни. Сейчас глянем. Тинни в плюсе. Да, 460 еще и в плюсе остался. 2 200 по голде зарабатывает Висп. 2 200 зарабатывает Клокверк в данном файте. Где, кстати, он? Клок у нас с Фанником дерется. Ну и здесь Нико. Под импетусами от Артстайла очень неплохо получает. Еще и забирает Доминейтинг Стрик. Киллинг спрей от Тинни. В принципе, трипл килл в данном файте. Нико надо отсюда валить. БКБ еще 40 секунд не будет. Нико будут ловить. Шачло пошел отвлекать на себя внимание. Ловят у нас Дэнди. Дэнди развалили. Забирает этот фраг Леонда. Сколько же здесь будет файтов. Артстайл вернулся. Нико за ним. Не любит Нико Козу. Пошел гонять Артстайла у нас. Ну и все, уйди отсюда, Нико. Надо остановиться. Как-то не растерять преимущества команды Basicly Unknown. Хукшот от Клокверка в никуда. По итогу этого файта 477 в 484 подрались команды. 30 тысяч золота. Даже 30... Где-то 34 было преимущество. 32, наверное, было преимущество команды Na'Vi. Вроде как Basicly Unknown отыграли приличную сумму по экспириенсу. Почти двадцатку выигрывали Na'Vi. До десяти скатились. Ну и Basicly Unknown выходят на Роху. Ну что, кто вам будет этого Рошана давать? Понятное дело, что никто. У Баунти Хантера уже есть Даггер, есть Абисал Блейд. У хвоста появляется Сатаник, готов файтиться. Ну и Шачло здесь. Один несчастный с Блейдмейлом Аганимом. Ни тебе Тараски, ни тебе еще какой-нибудь ерунды приятной. И вот Шачло просто от фамильяров разваливается по трекам. Минус Шачло. Визаж забирает этот килл. Висп улетает отсюда. Колдаун хвоста в никуда. Нико разворачивается с хайграунда. Начинает месить по хвосту. Хвост включает БКБ. Дальше за Нико. Рокет бараж. Нико на лоу хп. Нико просто развалили. Дабл килл от Санейка. В этом файте 108 секунд не будет. Нико Дэнди возвращается. Добро пожаловать сразу же ТП на мидлейн. И команда Na'Vi, я думаю, что идет заканчивать эту игру. Смотрим байбеки. Байбеки есть только у хвоста. Нужен ли он хвосту? Нахрен ему не нужен. Байбеки нужны команде Basic Leon. Но у них их просто-напросто нет. 50 секунд не будет ульты Зевса. Зато у Зевса есть догон второго левела. Ух, сейчас Зевс настреляет. Все в рассыпную. И Райс выходит на охоту. Как классно, и Райс у нас под собственным фонтаном охотится. Минус и Райс. Да, даже под фонтаном не очень-то спасает, конечно, догон. Ну ладно, это его личное дело. Тем не менее, команда Basic Leon достойный отпор. Дала команде Na'Vi. Выглядело это неплохо. Я думал, все будет гораздо страшнее. Ну и команда Na'Vi. Ничего так, симпатичная игра. Ну что, ребята. Пока не ушли мы отсюда. У меня огромная просьба. У меня личная, от всей нашей студии. Не забывайте перед выходом или просто оставайтесь у нас. Но подпишитесь на канал. Это нам необходимо с одной исключительной целью. Все вы задаете в чате один и тот же вопрос. Какого, мол, пса вы не стримите онлайн-турниры? Мы не стримим онлайн-турниры, потому что организаторы пока что не считаются с нами. Мы молодая и бурно развивающаяся студия, на которой организаторы, в принципе, с высокой горы ложили. Поэтому пока у нас не будет веса, количество подписчиков, чтобы мы могли просто ткнуть в лицо и сказать, что вот, смотрите, сколько людей смотрит, скольким людям нравится. Дайте нам постримить онлайн что-то настоящее, официальное. До этого момента, конечно, организаторы так и будут забивать на нас. Поэтому тем, кому понравилось, даже если вам сложно, нажимайте подписаться на нашем Твиче. Те, кому не понравилось, надавите на тех, кому не понравилось. Пусть они тоже нажмут follow, если что, потом отпишутся, если мы будем, например, блужить. Я вам буду премного благодарен. Да и не только я, вся студия, всем, кто работает со мной над нашими эфирами. А стараемся мы, в общем-то, достаточно сильно. Ну что, сегодняшний день, 14 мая у нас подходит к концу. Сегодня мы отстримили 6 матчей на прочность команды Virtus.pro, команду Na'Vi и команду Empire. Проверяла команда Basicly Unknown. Болгары сами крепкие орешки на самом деле. Ну, на самом деле все, кроме Virtus.pro, 2-0 выиграли. Virtus.pro слились. Слились у нас в итоге один раз и одну победу одержали. Na'Vi дважды выиграли, Empire дважды выиграли. Вот. Ну, у нас небольшая пауза будет в стримах. К стримам мы вернемся, я думаю, что в субботу. В пятницу у нас не будет стримов. Возможно, будут ребродкасты. Но об этом, в принципе, напишем в группе. Не забывайте туда тоже заходить и подписываться. Вот. В прямом эфире я с вами на сегодня прощаюсь. Сейчас, перед выходом, мы еще вам покажем хайлайтики. Мы тут нарезали с Empire и... Короче говоря, хайлайт с матчем команды Empire. Небольшой будет. Вот это просто перед выходом поднять вам настроение. Ну и все. Услышимся с вами очень-очень скоро. Прощаемся ненадолго. Приятного вам просмотра. Хороших выходных. Надеюсь, что мы с вами проведем их вместе на наших стримах. Пока что до скорой связи. Какое-то время еще буду в чате. Задавайте свои вопросы. Ну или пишите в личку ВКонтакте. Для вас работал друг. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Все. До скорой связи.